Субтитры создавал DimaTorzok Как говорится, мороз и солнце день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Мы не дремлем, мы пошли гулять. Я взяла с собой собачек, не особо хотел это делать, но они сами пошли. Хотя я не говорила им, что мы будем гулять. Они все равно за мной увязались, да? Мне надо найти несколько веточек, коряк, для всяких птичек, которые сейчас на лечении. У нас есть присады, но они подходят для, так сказать, потребностей моих нынешних. Нужны какие-нибудь широкие, но не длинные, коряшки для дятла и что-нибудь по типу тонких жердей для кукухи. Ветка вот эта мне все покоя не дает. Так красиво свисает, я все жду, когда она упадет, а она не падает. Мы возвращаемся назад, что кроне устало. Я нашла себе водящих присад. Это половина, еще половину я бросила в нычки где-то здесь по дороге. Вот, но главное не приглядеть их. Лес очень красивый. Не знаю, может можно наложить музыку и просто показать лес. Да, тут спрашивали сороку, которую мы в прошлый раз поймали в вольер играчей. У нас ли она еще? Если честно, я не знаю. Возможно, она уже выпустилась. Возможно, еще нет. Возможно, она одна из вот этих сорок. Но как бы ближайшие выпуски все равно будут весной. Потому что сейчас не самое лучшее время до этого. Плюс птицы все равно не перелиняли. В камере вот сорок я вижу... Точнее, я не вижу ни одной сороки с хорошим переднем. Угалок надо смотреть. Но галок я особо не вижу выпускных. То есть тут совсем мало выпускных галок. Большая часть у нас на постоянное место жительства. И ищут хорошие, добрые руки. Которые будут о них заботиться, любить. И вкусно кормить. Поэтому, если кто-то хочет себе галку в качестве питомца. То, как бы, у нас большой ассортимент. Вообще, прановые птицы, они довольно интересны в качестве домашних питомцев. Но разрушительны. То есть надо быть готовым к тому, что это птица, которая не будет сидеть на месте. Это птица, которой нужно постоянно что-то трогать, что-то делать. Ей все интересно. Ей скучно, если ей не давать какие-то игрушки, развлечения. Поэтому у нас в вольере врановых часто висят различные игрушки. Часть игрушек они закопали под снег, правда. Снег замерз сейчас в лед. Поэтому... Ну, весной, когда будет массовая уборка, раздадим всем новые игрушки. Вообще, врановые очень интересные птицы. Особенно вот галки, сойки, сороки. Мне очень нравятся, потому что они маленькие. И от них, конечно, меньше разрушений, чем вот какого-нибудь черного ворона. Или даже обычной серой вороны. Плюс они едят практически все. То есть они едят фрукты, овощи, мясо, творог, насекомых. Все на свете. Это там не сова, которую нужно кормить только мышами. В крайнем случае кормовыми цыплятами. Да? Да, красавцы. Ну, ручных галок у нас сейчас нет. Все дикие. Ручные галки появятся летом. Когда будут приезжать всякие выкормыши, не выкормыши, слетки травмированные. Радует хотя бы, что последние два-три дня не идет снег. Сегодня нету даже ветра. У нас начинается плюсовая температура. Вчера было плюс два. Сейчас, по ощущениям, где-то около плюс двух, плюс трех. Очень тепло. И начало таять все, в том числе и мясо для вранов, которое мы сейчас храним на улице. Я вчера перетаскала в морозилке, включу морозилки, перетаскала мне в цыплят с улицы. А вот мясо для вранов не осталось места. Поэтому, если у кого-то вдруг есть ненужная морозилка, которая работает... Хотя сейчас непонятно, куда все это ставить. Но морозилки нам очень нужны. Негде хранить уже еду. Как бы еда есть, а мест для ее хранения не особо. Даже страшно представить, что будет летом, потому что летом птицы едят еще больше. Кто-то тут явно был и растаскал все пакетики. Вот это был ты? Это был ты? Не нашел ничего вкусного, да? Расстроился? У нас тут уборка была. Вот мы чистили тоже. Настя вчера чистила голубятню. Мы с Машей вчера чистили аистятню. Еще к нам приехала Адель. Мне нравится, как за вами индюки бегут. Вы напали на индюшку? Да. Ее можно даже за попу потрогать? Да, я уже за попу потрогать. Незапасные лапки. Опа. Пахнушь с их хвостом. Мне кажется, ей не нравится, ей тяжело так дышать. Тяжело так дышать? Я уже женщина солидная. Мне кажется, это просто злости. Думаешь? Да. Мне кажется, кто-то разжирел за зиму. Как можно? Кто-то все. Кто-то все разжирели за зиму? Да. Разжирела? Да, разжирела. Ну так. Они не ходят, вон сидят и едят. Да. Пенсионерные тросты тоже все очень жизненные. На 15 из 5. Эту бытовку мы весной будем перебирать полностью. Снимать вот этот картон, который здесь идет. И менять, наверное, наполнение. Потому что вот это вот, видите, вот эти все потеки, ну как бы бытовка новая, но она течет со всех сторон. Так не должно быть. И сейчас, так как стало теплее, соответственно, пошла плесень. У нас вчера был веселый день. Мы пришли к Кайстам, увидели, что у них плесень. Ну и, короче, пришлось зачищать. Мыли всю бытовку там до потолка и там, начиная с пола, короче. Привет. Манечкину сейчас тоже лечим лапу его. Но я хочу его потом довести до врача, посмотреть, может быть, можно хотя бы частично ее выпрямить. Потому что, конечно, с такой лапой это тяжело жить. То есть там реально встает вопрос как бы об эвтаназии, потому что качество жизни очень не очень. Не хочется, конечно, никого усыплять, поэтому попробуем сначала что-то сделать, чтобы немножечко сделать его жизнь лучше. Курчащие перепелки. Не помню, тоже говорил или нет, перепелки летом, скорее всего, переедут в вольер. Что-то намекаешь, что надо маникюр переделывать. У меня нет пока ни времени, ни денег. Поэтому терпи. И так красиво. В общем, будем переводить их в уличный вольер, но надо будет думать в какой. Потому что, на самом деле, общая площадь клеток, если поставить их все на землю, достаточно большая. А закакивают они эти клетки очень-очень быстро. И если мы высадим их в маленький вольер, то вольер превратится в какашечник просто моментально. Поэтому будем думать, как лучше организовать пространство. Груша у нас тут крылом стукнулся. Ну, давно уже. Сейчас уже все зажило, но у него вот эти вот серебристые потеки. Это тоже моему карапину на крыле лечили. Нравится? Маша? Здесь не Маша, здесь я. А что там? Общаюсь с аистами. Могу тебя обрадовать, там все нормально. Где там? Догадайте где. В сарае? В доме. В доме? А, в доме не течет, да? Это хорошо. Да, в доме не течет. Ладно. Сейчас так тепло, да, что мы вон, я уменьшила сейчас обогрев и окно мы открыли. Потому что все течет на улице, все капает. Вчера я чистила крышу еще у этой бытовки, чтобы снизить количество попадаемой внутрь воды. Вот так вот. Вчера. 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 Вчера.